константин здравствуйте здравствуйте но вот как вы можете прокомментировать насколько все-таки законные подобные требования подобная система штрафов при этом без возможности оспорить правомерность наложения такого взыскания ведь все-таки компания несмотря на то что у нее есть внутренние правила должна действовать как-то в рамках нашего законодательства ну во первых никакой никакого отсутствия возможности оспаривать здесь нет суды у нас не закрыты органы прокуратуры точно также работают поэтому любое лицо которое считает что его права нарушена конечно же может обратиться в суд без каких-либо ограничений кстати здесь работа не только для суда но также здесь и для антимонопольной службы работа почему потому что фактически вот эта история она разделяется на две части то есть первая часть это когда партнером в алберес диктуют те или иные условия договоров ну кстати в гражданских отношениях действительно действует презумпция виновности вот но отоспаривание никто не освобождает пожалуйста можно спорить сколько угодно вот как я сказал эти монопольная служба здесь могла бы тоже довести порядок относительно того что в алберес диктует своим партнером те или иные условия договора это одна история вторая история это работники те работники которые работают непосредственно в алберес и на них навешиваются всякие штрафы и прочая ответственность здесь все очень просто действующее трудовое законодательство в принципе не допускает возможность штрафования работников за что бы то ни было потому что такой мере дисциплинарной ответственности не существует этот принципе не закон что касается материальной ответственности работников то здесь материальная ответственность наступает только при наличии прямой вины работника в том что работодателю был причинен ущерб. То есть работодатель, во-первых, должен доказать, что у него есть ущерб, во-вторых, то, что работник виноват. Вот в трудовых отношениях, в отличие от гражданских, действует как раз презумпция невиновности. То есть это задача работодателя доказать, что конкретно работник причинил ему вред на конкретную денежную сумму. И то, что они там в личных кабинетах у работников навешивают, естественно, это абсолютно незаконно. Если же с работников происходят какие-то взыскания, удержания заработной платы, то они точно также могут обратиться в суд. Ну, а как мы знаем, у нас, как правило, суды всегда стоят на страже интересов работников, тем более вот подобного рода ситуации. А то, что эта компания вот настолько огромная и таким образом, ну, так скажем, продавливает вот такое негласное решение этого вопроса, то есть люди просто боятся потерять свою работу, либо боятся потерять свой бизнес по факту, да. То есть партнеры в данном случае действительно боятся. И никто в суды идти не хочет. Какие еще есть инструменты, кроме вот собственного судебного воздействия? Может быть, есть смысл обратиться, ну, не знаю, в какой-нибудь там Роспотребнадзор, например, да. То есть вот он что-то может сделать? Ну, для Роспотребнадзора я здесь не вижу поля деятельности. Ну, во-первых, общий надзорный орган у нас это прокуратура, которая обязана реагировать на жалобы и обращения как граждан, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ну, а второе, когда речь идет о навязывании тех или иных условий в договорах, гласно-негласно, иным образом, когда заставляют лишаться своего имущества, либо что-то платить, пожалуйста, федеральная антимонопольная служба, она для этого и существует, потому что фактически на этом рынке, ну, не сказать, что абсолютно монополист Валдберес, но она занимает достаточно значительный кусок от этого рынка и именно пользуясь этим, навязывает нехорошие условия своим контрагентам. Ваше мнение, ну, вот, по опыту, возможно, нужно, чтобы на эту ситуацию обратили внимание власти. Вот я знаю, что сейчас в Госдуме уже начались какие-то обсуждения каких-то дополнительных законопроектов, каких-то дополнительных правил, которые регулируют именно интернет-торговлю. Есть в этом необходимость или достаточно тех уже инструментов, которые есть на сегодняшний день? Ну, вы знаете, интернет это вообще такое достаточно непаханное поле с точки зрения правового регулирования. Конечно, у нас власти пытаются каким-то образом это отрегулировать, но интернет каждый раз преподносит все больше и больше сюрпризы. И для того, чтобы интернет не был бы таким вот полем зеро, где не властны никакие законы, естественно, та специфика, которая существует в интернете, она должна урегулироваться действующим законодательством. Ну, впрочем, уже постепенно это происходит, у нас и понятие электронных документов есть и прочие вещи, но думаю, что так как это затрагивает значительный, даже неопределенный круг лиц, их законные права и интересы, конечно же, необходимо специфическое регулирование отношений в интернете. Спасибо вам огромное за оперативный и очень понятный, подробный комментарий, который, я думаю, сейчас широко разойдется у нас в сети. Спасибо, будем к вам обращаться и впредь. Константин Зиновьев, адвокат, был с нами в прямом эфире.